Здравствуйте! Снова с вами я, Фёдор Трусов. Бонтизм в 90-х. Бесспорно оставил шрамы на теле нашей страны. Где-то это прошло менее болезненно. В отдельных регионах, как Татарстан, Башкирия, Мордовия, люди до сих пор с ужасом вспоминают этот период времени. Однако, если в основном 90-е остались только в сценариях низкобюджетных сериалов, то в отдельных регионах 90-е до сих пор ломают судьбу людей. УПГ юго-западные. Что это для Мордовии в 90-х? Известная группировка, которая в Мордовии держала в принципе в страхе. Какие годы? 90-е, 2000-е, начало 2000-х. Спокойные, коротко стриженные мужчины в свитерах и джинсах стоя слушают приговор Ленинского районного суда Саранска. Даже сейчас, спустя 10 лет после их оглушительного первого ареста, охрана не выпускает лидера юго-западских из поля зрения. Слишком много крови на этих руках. С этой бандой что сейчас? Эта банда уже разгромлена. Очень много людей были осуждены. В 2011 году был вынесен Верховным судом Республики Мордовия приговор по преступному сообществу и люди были осуждены. Какое отношение вы имеете к банде юго-западной? Я никакое отношение не имею к этой банде. Ты зачем к вам пришли? Моего мужа пытаются обвинить в убийстве 17-летней давности. Какое отношение ваш супруг имеет к убийству? Мой муж никакого отношения не имеет к убийству. Он находился в Москве, работал там. Есть люди, которые могут подтвердить, что в момент убийства его не было в Саранске? Да, конечно. Если, конечно, их напугают. Зачем у Боба нужно доказать, что он убийца? Они хотят прикрыть реальных убийц. Реальных убийц? Реальных убийц. А в чем им сложность, чтобы под суд пошли те, кто реально убил? Если они поймают реальных убийц, они потянут за собой целую цепочку. И неизвестно, куда эта цепочка приведет. Какую цепочку-то они могут раскрутить? Следствию выгодно привлекать непричастных людей для того, чтобы эту цепочку оборвать. Потому что эта цепочка может привести на более влиятельных людей. Вашего супруга осудили за то, что он участник преступного сообщества? Нет. Фамилия моего мужа никогда и нигде не звучала. Хлучин ведь дал показания на вашего мужа. Но это все было под воздействием у Бобовцев. Ради погона, ради премий. Прокурор, который сейчас поддерживает обвинения в рамках уголовного дела, что вы можете поделить? Я хочу сказать, что этот прокурор коррумпированный. Мы получили эту информацию, мы направили запрос в Генеральную прокуратуру по данному факту. Мы дождемся ответа Генеральной прокуратуры. То есть из материала уголовного дела пропали доказательства? Точно. Оружие, отпечатки пальцев. Что в Мордовии творится беспредел? Что нужно разобраться в этом деле? Акция «Момент истины» продолжит наблюдать за уголовным делом Алексея Мирошниченко. Мы направили в Генеральную прокуратуру запрос в отношении соблюдения законов сотрудникам прокуратуры Республики Мордовия. Мы направим съемочную группу в Саранск на судебный процесс, чтобы посмотреть, как действительно проходит судебное следствие в отношении фигурантов данного дела. Слушай, еще этот Бычков какой-то очень странный. Чем? Ты знаешь, его явно в дело засунули в самый последний момент. Чем? Ну, это уголовное дело. А с другой стороны, он владелец местного рынка. Не просто такие персонажи появляются в таких делах. Таких персонажей не просто появляются? Ну, смотри, то, что тут нарисовано Бычков, его явно в последний момент засунули в уголовное дело.